В продолжение темы в Чебоксарах открылась выставка, посвященная подвигу Ленинграда в Великой Отечественной войне. Это первый проект художественного музея к 75-летию Победы. Одна из самых трагичных и героических страниц нашей истории в живописи и графике. У каждой из 23 представленных работ особая атмосферная палитра. Не яркие на первый взгляд, они полны красок жизни. 900 дней глазами тех, кто видел, кто пережил. Эта экспозиция первая в год памяти и славы. Куратора посвятили ее блокадному Ленинграду. Валентина Боброва увидела в ней иллюстрации к блокадной книге Данила Гранина к великому противостоянию моральных дистрофиков и спасателей. Моральными дистрофиками Данил Гранин называет тех, кто не хочет знать и помнить обо всем, что было пережито в блокадном Ленинграде. А у каждого был свой спаситель. Это раздел книги, где несколько ленинградцев рассказывают о том, как в самые тяжелые минуты, когда человек приложил все усилия, но у него не осталось, к ним подходили люди, помогали подняться на улицы, дойти до дома. Поили просто кипятком элементарно. И вот эта самоотверженность, взаимовыручка – это то, что спасло Ленинград. Именно духовная составляющая жителей блокадного Ленинграда. Именно напомнить об этом, чтобы не было у нас моральных дистрофиков – основная цель этой выставки. Одним из самых скорбных символов блокада, безусловно, стал дневник Тани Савичевой. В первые годы блокадой девочка потеряла всех родных. Ее образ нашел отражение во многих работах в экспозиции. В холоде и в голоде художники неустанно творили. Порой именно живопись помогала им преодолевать страх и давала силы для жизни. Это зримое воплощение человеческой стойкости, история подвига, сложенная из потерь, трудовых свершений, надежд, дружбы и взаимовыручки. В этом уголке экспозиции взгляд задерживается дольше всего. Художник Константин Рудаков запечатлел лицо матери-блокадницы – одной из тех, кто последний кусочек хлеба отдала ребенку. Нельзя без слез смотреть эти картины. И вы знаете, спасибо им, они дают нам право не забывать Великую Отечественную. Сколько погибло, погибли и дети. Это не только трогает душу, но и заставляет задумываться. Никогда ни наше поколение, ни последующие не должны забывать уроки Великой Отечественной войны. Это наша с вами жизнь. Если мы прошлое не будем помнить, нас не будет. Поэтому, вы знаете, я в восторге от этой выставки. Уходишь с настроением грустным, но с победой. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика.